Генеральная Ассамблея заслужит выступление его превосходительства. Томислава Николича, президента республики Сербия, прошу сотрудника протокола проводить его превосходительство. От имени Генеральной Ассамблеи имею честь приветствовать в Организации Объединенных Наций его превосходительства Томислава Николича, президента республики Сербия, и предлагаю ему выступить перед Генеральной Ассамблеей. Господин председатель, господин генеральный секретарь, ваше превосходительство, дамы и господа, прошло 70 лет после Организации ООН, люди сейчас живут по-другому, произошли многие изменения, многие реформы. Назрел момент, чтобы мы реформировали и Организацию Объединенных Наций, призывая вас ускорить этот процесс в ходе вашего пребывания на посту председателя. Может быть, ни одна другая сессия в истории Генеральной Ассамблеи не состоялась в столь удачный момент. Прошлый год изменил многое. Переговоры, которые трудно было раньше представить, начались с тем, чтобы покончить эмбарго в отношении Куба. Было достигнено соглашение об отмене санкции в Иране. Мы признаем важность работы тех, кто принял эти исторические решения, призываем их закончить эту работу в соответствии с политикой моей страны в последние десятилетия. Сегодняшний мир не похож на вчерашний, и никто из нас не должен игнорировать этот факт. Наш мир был биполярным, он был разделен на блоки. И ситуация не складывалась удачным образом, потому что всегда была возможность использовать самое смертоносное оружие. Нам и сейчас не удается все сделать, поскольку одна держава существует дипломатией путем применения мяча, не игноривая всех, в том числе и он. Мы также должны сказать, что это породило ИГИЛ, другие экстремистские движения, и явилось угрозой для миллионов людей, создало негативные имиджи об исламе религии, от имени которых они пытаются действовать. Два важных элемента, которые определяли международное отношение политики здесь. Закон и этические моменты. Президент США Вудро Уэлсон был твердым приверженцем, когда великий сербский поэт Нехус выразил в своих стихах «Венок на горе». Как волк ведет себя в отношении к игнелку, так и тираны ведут себя в отношении народов. Сегодня юридические и этические факторы отталкиваются на второй план международной политики. Зачастую незаконные, часто аморальные действия предпринимаются при наличии этического и правового алиби, когда четкая правовая норма, без исключения как необходимость того, чтобы Совет Безопасности принимал решение, когда это стоит на пути того, чтобы одна из крупных держав следовала геолитическим целям. Международные законы, моральные устои, которые лежат в основе правовых норм, переживают глубокий кризис. Имеется масса свидетельств, включая последние опасные кризисы огромного масштаба. Некоторые называют это кризисом мигрантов, некоторые новой волной миграции в зависимости от того, какую цель преследуют. Но нас заводит то, что те, кто имеют тенденцию думать, что необходимые усилия по восстановлению мира быстро, легко обеспечить экономический прогресс, фактически таких очень мало. Мы должны посмотреть друг в другу в глаза и сказать, что мы сделали в наших странах. Некоторые должны сказать честно, помогли ли их действия человечеству или поставили под угрозу будущее наших детей. Готовы ли мы по-прежнему начинать нашу речь со слов «Мы, народы и организации объединенных наций», ближе ли мы подошли к миру, процветанию, или мы слепо следуем к году, похожему на 1939 год, который породил огромную мировую трагедию, продолжающую 6 лет, последствия которой мы никогда не забудем. Некоторые думают, что глобальный экономический кризис не испугал наших детей и родителей достаточно. Они по-прежнему применяют самое современное оружие, чтобы делать людей бездомными, без государства, и кидают их в бурный поток миграции в мир. В мире не хватает продовольствия, воды и электрической энергии. Ответственность за эти события лежит не на тех, кто борется с нищетой в своих странах, создавая условия для достойной жизни человека. Эта ответственность не лежит на Сербии, которая открывает полевые кухни для того, чтобы накормить этих людей. Ответственность лежит на тех, кто вне зависимости от того, что они делают, использует свою силу для эксплуатации других народов. Ответственность лежит на тех, кто тратит на оружие больше, чем бедные страны тратят на еду. Ответственность лежит на тех из нас, кто не может думать о устойчивом развитии и не принимает общую ответственность в связи с глобальной проблемой ликвидации нищеты или, по крайней мере, ее ослаблением. Я очень часто задаю себе вопрос, как родители могут смотреть в глаза детей, как могут они говорить о том, что школа и знания очень важны для их будущего и нормальной жизни, убеждая их, что у них в тарелках будет еда после того, как они закончат школу или получат знания. Знания невозможно получить, если мы живем в страхе и если у нас нечего есть, если нам угрожают болезни, если наши родители безработные или если мы живем под угрозой ужасной войны. Те из вас, кто представляют богатых и могучих сегодня, подумайте, что ваши дети сегодня пойдут в теплую постель. Господин председатель, мир и безопасность не являются привилегией лишь для некоторых стран. Это права всех мужчин и женщин на планете Земля. Речь идет о нашей общей цели, которые закреплены в повестке дня для того, чтобы обеспечить лучшее будущее человечеству на основе принципов прогресса и процветания. Очевидно, что устойчивое развитие является концепцией человечества. Концепция говорит о том, что глобальная экономика, которая объединяет все части света, базируется на доверии, этике, равенстве, поддержке, а глобальное руководство анализирует и проведет оценку работы правительств и компаний. Любое руководство, которое призывает к созданию каких-то определенных правил, заставляет задать вопрос, что это за правила и на что они направлены. Могут ли отдельные лица или группа лиц предусмотреть будущие мероприятия, события и контролировать их? Создаем ли мы новые глобальные центры силы? Что мы делаем с тем фактом, что многие из тех целей, к которым мы стремимся, не соответствуют специфике некоторых стран? Мы не должны поддаться ощущению того, что невозможно достичь этих целей или, наоборот, что возможно контролировать жизнь всех людей. Люди сейчас, как никогда, на фоне роста торговли, движения товаров и услуг, отчуждены друг от друга, как никогда. В мегагородах среди миллионов людей человек чувствует себя одиноким. Отдельные граждане, государства, международные организации тоже становятся все более и более отчужденными. Новый век, как мы надеемся, заставит нас думать по-новому в интересах людей, общин, как близких, так и дальних. Мы все понимаем, что это не так просто достичь, потому что современные средства коммуникации могут использоваться для того, чтобы навязать свой образ мысли. Конформизм современного человека, его ежедневная борьба и масштаб безработицы и трудностей сокращает решимость, сокращает решимость противостоять нарушениям базовых прав человека. Мир трагично разделен сегодня в супербогатых и большинство бедных, которые живут на грани человеческого достоинства. 21 век сконцентрировал огромное индивидуальное богатство. А среди многих богатых людей возникает новое поколение привегированных менеджеров, которые получают зачастую аморально и несправедливо гораздо больше, чем те, кто их на эту работу принял. Количество тех, кто противостоит этому феномену, растет. Я призываю вас с этой трибуны приложить совместные усилия для более справедливого распределения активов и ресурсов. Уважаемые коллеги, мы продолжаем говорить еще об одном вызове, об изменении климата, поскольку последствия того, что мы сделали в прошлом, в первую очередь затронут самых слабых из нас. Большинство развивающихся стран практически не несут никакой ответственности за глобальное потепление. Они должны получить возможность наращивать свою экономику. Мы должны разработать технологии, которые бы позволили развивающимся странам ответственно подходить к окружающей среде в своем развитии, а не использовать опасные выбросы в качестве предлога для промышленной стагнации этих стран. Политики должны заниматься задачей оказания поддержки науки, с одной стороны, и делу гармонизации и координации усилий по реагированию на изменение климата. Адаптация и подготовка национального и социального сценариев для возможного развития событий, включая самые неблагоприятные, наша главная цель. При полном уважении международным документам, прежде всего к Рамочной конвенции ООН по изменению климата, Киотскому протоколу, правительство и научные институты Сербии, продолжат вносить свой вклад в ООН, в деятельность других институтов, в первую очередь европейских, в отношении мониторинга за изменением климата и сокращением негативных последствий от изменения климата. Сербия приветствует предстоящую конференцию по изменению климата. В Париже мы намерены поддержать активное рассмотрение этого важного вопроса. Мы были и остаемся частью группы, активным участникам, которые работают над нахождением четких ответов, доказательств. Мы можем надеяться на лучшее будущее, если мы преодолеем такие проблемы, как голод, война и болезни. Поэтому Сербия активно участвует в операциях по поддержанию мира по всему миру и пролагает все усилия для того, чтобы подготовить своих военнослужащих, снарядить их должным образом. Поэтому Сербия является председателем ОБСЕ. Позвольте, господин председатель, сказать, что в течение более трех лет Сербия является страной-кандидатом для вступления в Европейский Союз и принимает решительные меры по гармонизации своей системы и практике стандартов. Территория, народ, языки, культурное наследие – это то, из чего складывается государство. Сербия – единственная страна в Европе, которая пытается сохранить свое культурное наследие. В марте 2004 года албанцев Косово и Метохи разрушили в присутствии сил Европейского Союза многочисленные православные христианские церкви, монастырские библиотеки, архивы. Это было варварским продолжением разрушения 140 святых православной меры, начавшейся в июне 1999 года. За этот период албанские террористы систематически разрушали все останки духовной и культурной жизни сербского народа в Косово и Метохи, следы многовековой жизни сербов в Косово и Метохи. 31-я конференция ЮНЕСКО сказала, что преступление против культурного наследия было совершено в Косово и Метохи. 372 культурных монумента сербского народа были зарегистрированы на небольшой территории Косово и Метохи в соответствии со стандартами ЮНЕСКО. 49 монументов средних веков были признаны европейским и всемирным наследием, которым может гордиться все человечество. Вернее, гордились уникальные работы искусства и архитектуры, которые пережили пять веков, атаманскую империю, балканские войны, первую и вторую мировую войну. Тем не менее, в 2004 году они были разрушены, и это была часть подготовки к односторонней декларации независимости Республики Косово, что произошло четыре года через барварское разрушение крестьянской культуры Сербии и сербской цивилизации. Не только сербская, но и европейская культура, всемирная коллективная память сохраняются в Косово и Метохи. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы Сербия продолжала оставаться хранителем этого культурного наследия в качестве члена ЮНЕСКО. Дорогие друзья, в попытке фальсифицировать историю при поддержке определенного количества стран, Алмания представила от имени администрации в Причтине просьбу в ЮНЕСКО о том, чтобы сербское наследие было провозглашено албанским, косоварским. Те, кто стратегически разрушал монастыри, пытаясь создать новое этническое и культурное самоопределение в Косово и Метохии на останках истории других народов пытаются получить таким образом признание. Как можно допустить, чтобы разрушители этого сейчас пытались предстать в качестве хранителей и защитников? Это очень опасный прецедент. Защищаю право Сербии по сохранению культурного наследия и принципа международного права. Я поэтому призываю всех президентов не лишить сербский народ от его души духовного наследия. Это не является справедливым. Народы не приобретают историю и цивилизацию, пытаясь похитить у других народов их опыт, не пытаясь за 33 серебряника получить духовные и культурные корни того или иного народа. ООН должно сохранить доверие к себе и противостоять этой несправедливости. Сербия разговаривает с представителями администрации в Причтине, выполняет все свои обязательства в соответствии с резолюцией 1244. СБ ООН выполняет все обязательства по другим договоренностям, достигнутым в том числе в Брюсселе, но никогда не признает независимость автономной провинции Косово и Метохи, часть территории, с которой связана такая история нашей страны. Уважаемые друзья, проблема массовой миграции из Ближнего Востока это главная проблема сегодняшнего дня. Мы не можем разграничить причины и прямые или косвенные ответственности за кризис мигрантов. Это вопрос чрезвычайно важный, который необходимо решать на международном форуме силами выдающихся государственных деятелей, ученых. Это наилучший путь оценить ситуацию объективно, найти ответы, предложить решения. Гуманитарная катастрофа, которая охватывает сегодняшний мир, лишь является следствием кризиса, который сотрясает Сирию уже четыре года и на который адекватно не реагирует международное сообщество. Без доступа к совместным фондам, ситуация в Сербии наверное более сложная, чем в странах старой Европы. Несмотря на огромные экономические трудности, Сербия предлагает все усилия для того, чтобы принять беженцев. Однако, если международное сообщество, Европейский Союз в первую очередь не сможет предпринять конкретные усилия по разрешению этой проблемы, гуманитарная катастрофа еще большего масштаба угрожает юго-востоку Европы. Последствия очень сложно предсказать, но они безусловно будут сотрясать не только Европу, но и весь мир. В отношении количества тех, кто ищет убежище в республике Сербия, то между 1 января 2015 года и 14 сентября 2015 года в Сербию прибылось 125 138 человек и только 524 из них попросили убежище. Хочу привлечь внимание к практике некоторых правительств, которые строят заборы с колючей проволокой. Такое отношение противоречит Конвенции о статусе беженцев и солидарности Европейского Союза. Усугубляет ситуацию в тех странах, которые уважают международное право и гуманно относятся к лицам, которые бегут от катастрофы. Правительство, определенное государство, членов ООН ведут себя так, как будто они никогда не отказывались от идеологии, которая царила до конца Второй мировой войны, разрушая хрупкую стабильность на Балканах. Моя страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом после 2008 года. Беженцы не могут достичь большего, чем просто личной безопасности в Сербии. То, как мы понимаем гуманность, то, как мы даем помощь этим людям, наши границы открыты, мы помогаем им. У нас нет каких-то законов, которые бы ущемляли этих людей. Сербия не член Европейского Союза, но она последовательно осуществляет принципы солидарности, фундаментальная ценность и безусловные принципы Европейского Союза. Я не понимаю, судячи по тому, как руководство позиций некоторых стран, и зачастую люди теряют выдержку, и ситуация лишь усугубляется. Поэтому нам необходим всеобъемлющий план, который бы осуществлялся в наикратчайшее время. Без такого плана мигранты будут отданы на угоду тех, кто занимается торговлей людей. Последствия этой катастрофы мы видели, и мы знаем, что несмотря на то, что конфликт на территории бывшей Югославии в 90-е годы возник во многом похоже на конфликт в Сирии, Сербия оказалась почему-то во всем виновной, и даже резолюция была представлена в Совет Безопасности по стигматизации сербов в качестве нации, которая проводила геноцид, хотя характеризация любого народа в мире совершенно не оправдана такими терминами. Какие же мы преступники, которые совершали геноцид? Почему мы, тем не менее, не изменились, и Сербия всегда была гостеприимной для всех других соседей. Помимо беженцев из Сирии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сербия, принимают большое количество беженцев из территории бывшей Югославии. В основном это сербы, но это и босницы, хорваты, рома и другие. Некоторые из них передвигаются в третьи страны, другие решают остаться в Сербии. Сейчас моя страна мало что может предложить этим людям, которые покинули свои очаги, но то небольшое, что у нас есть, мы делимся с ними. Дамы и господа, Сербия ожидает ответственной гуманной позиции государств, членов ООН. Мы должны все помнить, что ситуация эта будет иметь глобальные последствия. А цивилизация сейчас на перекрестке. Европа проходит период больших потрясений. И необходимо еще раз показать, является ли Европа стандартом в осуществлении и реализации прав человека и уважении международного права. или она закрывает глаза, исповедует двойные стандарты и позволяет, чтобы цивилизацией пользовались только некоторые страны и только некоторые лица. Равенство поэтому распространяется не только на межчеловеческие отношения, но и на межгосударственные. Наши отцы проливали кровь на полях сражений за равенство всех народов. Они боролись за нашу свободу, за свободу и равенство, которые являются фундаментальными принципами Устава ООН, которые заложены в основу международных документов и национальных конституций. И давайте не превратим господин председатель эти документы в мертвые буквы. Уважаемые коллеги, говоря о вышеуказанных проблемах, привлекая к ним внимание, я хотел мотивировать всех нас проявить солидарность, ответственность за будущее, гуманизм. я хотел бы, чтобы мы в следующий год, если проблемы не будут решены, по крайней мере, на следующий год мы поговорили о тех шагах, которые мы предприняли. Я хотел бы, чтобы каждый следующий год был лучше, я хотел бы, чтобы было больше свободы, равенства, больше гуманизма и справедливости, чтобы все это было не просто риторикой, решимостью, чтобы эти принципы воцарились на нашей планете. Благодарю вас. От имени Генеральной Ассамблеи я благодарю президента Республики Сербия за его выступление. Прошу представителей оставаться на своих местах, пока мы приветствуем его превосходительство. Продолжение следует...